Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. В данном видео мы обсудим, как обстоят дела с судебным иском по компании OneCoin, а также вы узнаете о двух продюсерских компаниях, которые хотят взять интервью у инвесторов, потерявших деньги в OneCoin, и даже готовы заплатить гонорар. Как вы, наверное, знаете, на Фейсбуке существует международная группа на английском языке для пострадавших инвесторов OneCoin. Админом данной группы является Дженнифер Макадом. Эта женщина сама является инвестором OneCoin. И Дженнифер поставила перед собой цель добиться восстановления справедливости при помощи юридических мер. И в апреле она опубликовала следующее сообщение на английском языке. Вот перевод данного сообщения на русский. Информация о судебном иске жертв OneCoin. На данный момент продолжаются переговоры с крупными британскими и международными юридическими компаниями. Планируется провести еще две встречи. Мы договорились, что юридические компании проведут презентации своих услуг. После этого мы выберем компанию, которая будет представлять интересы жертв OneCoin в суде. В мае мы планируем провести вебинар по юридическим и судебным вопросам для всех членов группы поддержки жертв OneCoin, которые заинтересованы в получении дополнительной информации. Когда дата проведения вебинара по судебному иску будет окончательно определена, я поделюсь информацией о данном вебинаре во всех группах поддержки жертв OneCoin. Пожалуйста, регулярно заходите в группу, чтобы отслеживать новости по данному вопросу, и поделитесь этой информацией с жертвами OneCoin, которым, по вашему мнению, было бы интересно узнать больше о юридических шагах. Если вы еще не состоите в группе поддержки жертв OneCoin, то вы можете туда добавиться, но не забывайте, что эта группа англоязычная, сообщения там публикуются на английском языке, но вы сможете их читать через Google Переводчик. Также Джен опубликовала следующее сообщение относительно интервью с пострадавшими инвесторами OneCoin. Привет всем! Со мной связалась продюсерская компания Glistening Productions, имеющая офисы в Великобритании и Лос-Анджелесе США. Вот официальный сайт компании. И сообщение от Сары Уолтерс, представительницы компании. Меня зовут Сара, и я работаю над документальным фильмом OneCoin. Фильм будет состоять из нескольких частей и будет снят в стиле журналистского расследования. Мы хотим внести свою лепту «Достижение правосудия для жертв OneCoin». Я хотел бы пообщаться с пострадавшими инвесторами OneCoin, независимо от того, в какой стране они живут. После того, как вы напишите нам, мы назначим время и проведем видеозвонок через Zoom, WhatsApp, FaceTime и так далее. Первый созвон будет предварительным, он не будет записываться, и ваша конфиденциальность будет сохранена. Если вы будете готовы продолжить сотрудничество, мы согласуем время и место съемок и проведем интервью. При необходимости мы можем скрыть вашу личность. Все, кто готов участвовать в съемках, получат компенсацию за потраченное время и дополнительные расходы. Если вы хотите связаться со мной, чтобы узнать больше, или рассказать свою историю, напишите мне по адресу. Дальше указан адрес электронной почты. Также этот же адрес указан в описании к данному видео. Насколько я понимаю, интервью будет происходить на английском языке. Если вы готовы дать интервью, но не владеете английским достаточно свободно, чтобы интервью проходило на английском, возможно, вам понадобится переводчик. Готова ли компания предоставить переводчика в таком случае, это нужно уточнять у Сары. Вы можете связаться с ней по указанному здесь электронному адресу. Я не думаю, что Сара знает русский язык, поэтому, когда будете ей писать, то хотя бы воспользуйтесь Google-переводчиком, чтобы перевести ваше сообщение с русского на английский. А вот еще одно аналогичное предложение. Джен Макадом пишет. Всем привет! Со мной связалась норвежская продюсерская компания Hasendo Film. Вот официальный сайт. Они хотят поговорить с жертвами ванкойн из разных стран, которые потеряли свои сбережения и теперь понимают, что ванкойн – это мошенничество и финансовая пирамида. Пожалуйста, ознакомьтесь с текстом в электронном письме. Мы хотели бы провести интервью с пострадавшими инвесторами ванкойн онлайн. По нашим оценкам, каждое интервью займет около 20-40 минут. Некоторое интервью займут больше времени, если у нас возникнут дополнительные вопросы. Возможно, вы осознали, что ванкойн – это мошенничество, получив информацию от Бьерна Бьерки или после того, как поняли, что блокчейна не существует. Имеется в виду, что блокчейна ванкойн не существует. Но в первую очередь мы ищем людей, которые инвестировали крупные суммы и были обмануты людьми, которым они доверяли, и которые готовы рассказать свою историю. Во время интервью мы можем замылить лицо, если пострадавший хочет сохранить анонимность. То есть, если кто-то переживает от своей анонимности, то он может дать интервью, но лицо будет закрыто. Лица жертв ванкойн, которые сыграют ключевую роль в документальном фильме, должны быть видны. По сути, мы ищем тех, чей рассказ и лицо подтвердит роль Бьерна Бьерки в разоблачении ванкойн. То есть, Бьерн Бьерки – это специалист в области криптовалют, который одним из первых начал именно выступать против ванкойна и доказывать, что никакого блокчейна у ванкойн не существует. Мы хотели бы взять интервью у таких людей на месте, о котором мы договоримся. Где и когда конкретно еще не определено. Мы постараемся передать вашу историю максимально достоверно и позаботимся, чтобы во время съемки вы чувствовали себя комфортно. Мы берем на себя все расходы и договоримся о гонораре за съемку. Однако, учитывайте, что это документальный, а не художественный фильм. И наш бюджет ограничен. Здесь также остается вопрос с переводом. То есть, если вы не владеете английским достаточно свободно, опять же, вам может понадобиться переводчик и готова ли компания такого переводчика предоставить. Если кто-либо из жертв ванкойн хочет связаться с Эллен, вот ее данные для связи. Электронная почта и контактный номер. Эти данные также указаны в описании к этому видео. У нас есть русскоязычный телеграм-чат, в который вы можете добавиться, если не добавлены. И вы можете высказывать свои мысли, новости по поводу ванкойн, хорошие или плохие. А также, как я сказал, можете добавиться в англоязычную группу ванкойн на фейсбуке, где как раз публикуются новости по судебному процессу. Следите за новостями, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго! Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.